Ну, чтобы вашего гида вернуть обратно, конечно же, поставьте большой пальчик вверх под этим видео, потому что без лайка, сами понимаете, ничего не получится. Магия в них Огвардса не работает. Короче, первое, что нам нужно сделать, это помнить, что гид может вернуться. Для этого нужно проделать следующее. Вам нужно убедиться, что у вас гид... Вообще гид был в начале, и он может найти на точке спауна в начале игры, а дальше он может погибнуть. То есть, когда вы убиваете стену плоти, то есть каждый раз, когда вы убиваете стену плоти, ваш гид умирает в мире. Это важный момент. Дальше. Если его на точке спауна нету, значит, он где-то поселился в одном из ваших домов. Любой дом для гида в том числе должен обладать следующими свойствами. Во-первых, стены, сплошные без дырок, сплошной задник, одна дверь, как минимум один стол, один стул и один источник света. Это минимальная комплектация необходимого для жизни вашего гида в доме. Важный момент. Если хотите, можно напихать гораздо больше декорома в дом. Если вам так сильно хочется, почему бы и нет. Это не важно. Важно, что это минималка, которая нужна для гида. Размер, по-моему, еще скажу, значит, 10 на 15 блоков ширину, 7 блоков высоту. Это примерно минимальный размер, потому что площадь должна быть 150 блоков. Теперь у гида выглядит вот так вот. Вот он. Спаунится он по следующим принципам. Например, вы заспаунили стюбную плоти. Ваш гид умирает при этом каждый раз, когда вы спауните босса. И теперь вы должны вернуться в мир и просто подождать. И рано или поздно вы в чатике увидите надпись. Сейчас я вам покажу. Она выглядит вот так вот. Бла-бла-бла, ваш гид вернулся, заспаунился. Это значит, что ваш гид заспаунился у себя дома. Все. Можно бежать вниз, вызывать вторую стену плоти, если вам так хочется. В описании под видео вы найдете кучу других гайдов об NPC и так далее. Обычно время, которое нужно для того, чтобы ваш NPC заспаунился снова, примерно несколько игровых дней. Это где-то от 20 до 60 минут реального времени. Примерно так. Пока-пока. Продолжение следует...